друзья всем привет уже около полутора лет на ю тубе нашем канале нет ни одного видео многие пишут в комментариях где мы куда пропали где наше видео ребят мы мы работали последние два с половиной года мы очень много дали времени производству работ на объектах обучению сотрудников разных компаний на объектах занимались внедрением нашего подхода к работе изучали какие-то новые подходы смотрели моделировали пробовали экспериментировали в конце концов к сожалению не было времени на съемки видео с этого момента мы возобновляем регулярные скажем так съемки видео выкладывание контента на youtube и я надеюсь что это будет происходить практически каждую неделю по крайней мере мы очень будем стараться в прошлом году прошлом году мы приняли решение открыть учебный центр стационарный в москве где мы могли учить людей на своей базе почему мы так решили потому что мы в течение полутора лет учили людей на объектах пытались все внедрять прям там на производственной площадке и поняли что это не очень удобно в итоге приняли решение создать пространство в котором мы могли бы мастеру дать все от теории до практики покраски в одном месте мы создали это место это наша школа маляров где человек придя сюда может от гипсокартона от армирования стыков пройти все этапы шпаклевания покраска валиком покраска безвоздушником декорирование стен но все это создали здесь практика показала что обучение людей нужно проводить на стационаре и за последнее время мы в этом обиделись неоднократно потому что четко структурированное учебное пространство но позволяет это сделать покраска декор дефектовка стен все это можно сделать здесь и это дает свои результаты за последние полтора года у нас был опыт когда мы выступали техническими консультантами на объектах когда мы учили сотрудников компаний на объектах частных коммерческих различных были также компании которые доверили нам возможность внедрить полный подход к производству работ от начала и до конца четкий структурированный понятны и мы это тоже реализовали сейчас я предлагаю вам поехать на объект на примере которого вы увидите как можно выстраивать работу от базового этапа до финиша это наши друзья компания биэнерджи с которой мы знакомы давно с которыми мы очень много общались свое время и очень много наработок совместных сделали их сотрудников мы обучали сами они прошли у нас практику они прошли у нас вот этот вот опыт скажем так работа на объектах и мы внедрили там все от начала и до конца я бы хотел следующих видео показать вам что не только маленькие объекты квартиры дома какие-то небольшие коммерческие проекты но и большие коммерческие проекты могут делаться очень круто быстро с высоким качеством и самое главное на этих объектах можно зарабатывать деньги многие говорят мне о том что в россии не заходит такой подход там кому нужен твой к 1 к 2 к 3 к 4 кому нужен твой подход и прочее слышу это регулярно сейчас я предлагаю вам поехать на объект на котором вы увидите что это востребовано это работает это не так сложно что можно работать и принимать стены под боковой свет и поэтому поедем на объект к нашим друзьям и посмотрим все своими глазами как это все реализуется по этапам от приемки оснований до финиша следующих видео мы все это подробно будем постоянно показывать итак мы на объекте и давайте сейчас рассмотрим по этапам как у нас ведется приемка объекты перед началом малярных работ прежде всего нужно понять что малярная работа это совокупность процессов что мы должны обращать внимание не только на то как сделана штукатурка о чем поговорим позднее как собран гипсокартон о чем мы также поговорим отдельно но и как подготовлен объект целом к началу малярных работ первое на объекте должны быть завершены все мокрые процессы связаны со штукатуривание с укладкой плитки с наливными полами и так далее должны быть завершены обязательно все работы по электрике по слаботочке и объект должен быть укрыт каким образом то есть у нас должны быть укрыты полы чтобы защищать наши наливные полы допустим от грязи которая будет процессе малярных работ у нас должны быть укрыты двери в данном случае у нас дверь не укрыта но это связано с тем что дверь будет меняться ближайшее время ее поменяют переустановит и соответственно уже будет сделано обязательно дверные откосы дверь будет укрыта и мы начнем работать дальше двигаясь по объекту на что еще стоит обратить внимание сейчас в данный момент на объекте ведутся плиточные работы то есть мы не начинаем работать пока у нас остаются смежники потому что это только кажется порой что у нас там плиточные работы занимает вот такой вот участок пространстве и все и они никому не мешают на самом деле когда плиточник работает как специалист он занимает кучу смежного пространства станки раскроечные там материал раскладывается замешивается раствор и прочее мы начинаем друг другу мешать поэтому в данном случае мы подождем когда это все закончится и соответственно чьем процесс малярных работ важное замечание по электрике когда мы приходим на объект у нас все электроточки должны быть на своих местах мы ничего не должны забыть по проекту все должно работать очень важный момент что у нас вот здесь все провода во первых очищены то есть у нас провода чистые то есть их не будут потом после финишных работу что-то распускать что-то делать и прочее то есть необходимый минимум очищен сделан и убран подрозетник что очень важно это все не торчит и не мешает и впоследствии тут будет просто проводиться чистовой монтаж механизмов и все и подрозетник закрыт вот такой вот заглушка из утеплителя дальше потолок если мы смотрим все точки освещения тоже провода все выведены и соответственно мы их при необходимости можем чуть-чуть притопить потолок и убрать чтобы тоже по минимуму мешались нам в работе следующий момент на котором нужно обратить внимание до укрывка собственно полу укрывка может быть разные абсолютно варианты но самое главное что пол должен быть укрыт потому что здесь наливной пол практически пред финишная подготовка под напольные покрытия маляры имеет такую как бы скажем так такой грешок небольшой да что очень часто нам все мешают нам все убивают нашу работу но при этом мало кто обращать внимание то что он убивает работу своих своих скажем так смежника своих коллег по цеху и прочее то есть для того чтобы не убить полы для того чтобы их потом не пришлось шлифовать там чистить перед укладкой напольных покрытий то есть они должны быть укрыты пленка арголит все по ситуации как бы но полы должны быть защищены двигаемся дальше следующий момент на который мы обращаем внимание это дверные откосы строго говоря малярные работы не подразумевает под собой приемку плоскостей геометрии помещений и прочее но важно понимать что если мы пропустим вот этот этап геометрии плоскости и прочее то после малярных работ что-либо исправить очень тяжело то есть это некая . не так невозврата после которой любое исправление будет стоить в разы дороже давайте разберем на примере вот этого дурного проема то есть первое обращаем внимание на то что он сделан очень качественно хорошо да то есть тут нет привычно всем рваной границы между стеной и собственно говоря самим откосом и второй важный момент это уровень то есть в принципе как маляр я не должен брать уровень в руки я должен в этом процессе доверять прорабу который ведет объект и он соответственно должном качестве принял его смотрите то есть у нас стена в уровне для чего это нужно для того чтобы просто при монтаже дверей у нас не было проблем придут дверники скажут что у нас дверной проем вот здесь вот стены не в уровне и мы начнем метаться бегать переживать то есть у нас дверь обязаны поставить ровно а стена у нас уходит и тогда мы начнем что-то подтягивать что-то убирать а у нас уже финиш сделан поэтому до того как мы вот эту скажем то точку невозврата пройдем финишной работы малярной лучше все перепроверить теперь переходим уже скажем так детальному детальному рассмотрению объекта к приемке поверхности на данном объекте у нас стены штукатурены есть облицовка в районе фасадной стены гипсокартон и потолок у нас тоже гипсокартон сейчас начнем приемку штукатурки разберем нюансы который нам нужно знать при приемке штукатуренных поверхностей и перейдем гипсокартон прежде чем взять в руки правила которым обычно примет штукатуренные поверхности нам важно понимать правила скажем так правило штукатуривания очень важно очень важно чтобы у нас штукатурка не шла в распор не в зоне пола не зоне потолка все знакомые все знают о том что нужно оставлять деформационные зазоры, все знают про пенный шов при, допустим, укладке газоблока, ПГП и прочее. Но на штукатурке эти принципы игнорируются. Обычно штукатурится все в распор внизу и в распор вверху. На данном объекте у нас и внизу, и вверху оставили небольшой деформационный зазор. Это делается после подрезки штукатурки просто по периметру от 3 до 5 мм. Мы делаем, так называемый, деформационный шов. Просто процарапываем, строим штукатурку и все. И все, до основания, чтобы у нас штукатурка при температурных расширениях могла играть. Иначе, если мы ее зажмем, особенно гипсовую штукатурку, на больших толстых слоях, где она превращается в плиту, ее может деформационное напряжение порвать. А такое бывает особенно в силу, допустим, деформационной нагрузки ветровой, или у нас тепловое расширение, или много-много-много факторов. Так вот, на данном объекте эти деформационные зазоры были сделаны, они существуют. Дальше они уже закрылись тут полом и, собственно, потолком. Дальше, следующий момент, который мы должны сделать, особенно приходя на незнакомый объект, берем валик, берем воду и просто поперек, поперек, вот так вот стену прокатываем. То есть просто смачиваем стену для того, чтобы просто определить, у нас есть деформационные трещины или нет. То есть ничего особенного, просто смачиваем. То есть многие, кто выполняет малярные работы, они сталкиваются с тем, что когда начинаешь стены грунтовать, вылазят разного рода трещины. Так вот, смочив просто вот такими вот участками поперек стены, просто ее чуть-чуть прокатав, мы видим, что на ней нет трещин. То есть они в первую очередь всегда проступают при смачивании. Очень важный момент, который мало кто делает. И вот только после этого, только после этого, мы уже начинаем проверять, собственно говоря, плоскость и уровень стены. Что касается плоскости. В принципе, плоскость принимается у нас по своду правил правилом двухметровым. В данном случае у нас будет правило трехметровое. Берем правило, скажем так, экспресс-анализ, это просто мы прикладываем правило по диагонали. Обязательно проверяем зону, где у нас будут плинтуса. Потому что геометрия, в первую очередь, нужна для того, чтобы у нас примкнули жесткие какие-то плинтуса, мебель, плинтус потолочный, если таковой там жесткий будет и прочее. То есть проверяем. У нас все в норме. То есть внизу там не больше миллиметра зазор. По диагонали накидаем. У нас тут даже 0,5 миллиметра не будет. В принципе, у нас на 2 метра на высокочной штукатурке допуск миллиметр на метр, как бы он допустим. Если мы берем двухметровое правило, проверяем вертикали, то у нас здесь на двухметровом правиле, в принципе, тут наверное даже 0,3 миллиметра. 0,3-0,5 на 2 метра. То есть вот такая вот штукатурка. Штукатурка вот в таком вот качестве. Для малярных работ это более чем достаточно. Но для чего мы проверяем, собственно говоря, геометрию? Геометрия нужна нам для того, чтобы, как я уже упомянул, установить качественно плинтуса, выполнить качественный монтаж мебели, чтобы у нас примыкание к стене было очень качественным. Для монтажа мебели, допустим, мы когда под мебель проверяем уже стены, мы проверяем уровень стены. Опять же, это не дело маляров, но когда мы, допустим, проверяем стены, мы можем сразу же проверить и уровень стен. То есть у нас в данном случае отклонения как бы нулевые по вертикали, у нас нет проблем именно с вертикалью. То есть когда будет выполняться монтаж мебели, когда будет вставать мебель, двери, опять же, как я уже упоминал, У нас проблем с геометрией в этом объекте нет. Если мы дальше углубляемся по теме геометрии, то геометрия должна быть сделана штукатурами, монтажниками гипсокартона, но никак не малярами. Потому что маляры работают с поверхностью, а вопрос геометрии плоскости должен быть четко обозначен в ТЗ к объекту в техническом задании и выполняться другими специалистами. Если мы берем этот объект, то тут четкое задание техническое есть. Углы здесь 90 градусов, или если это развернутые и закрытые углы, то у нас тоже они в заданном режиме. Сейчас мы посмотрим вот эти углы, посмотрим примерно как это все выглядит. Если мы берем угломер, смотрим угол, 90 и 1 градус. Проверяем внутренние углы. Здесь у нас 90, здесь у нас 90, 1,10. Идем в этот угол, здесь та же самая история, 90, 1,10. Смотрим внизу. 90, 1,10. Здесь на этом объекте геометрия задана четко. И впоследствии это имеет огромное значение для производства, допустим, работ по напольным покрытиям, для укладки паркета, ламината, плитки. Потому что меньше вот этих вот будет косых подрезок, меньше будет каких-то проблем с раскроем напольных покрытий и так далее. Опять же говорю, установка дверей, плинтусов и прочее. Это все геометрия помещений. Мебель, это тоже геометрия помещений. Давайте пройдем сейчас целом по объекту. Посмотрим все стены, скажем так, которые у нас в свободном доступе. И закончим обзор штукатурных работ. Продолжение следует... На дверных проемах проверяем уровень. И тут важно сделать важное пояснение. Все дверные проемы, когда мы штукатурим, дверные и оконные проемы во время штукатурения должны армироваться фасадной сеткой по периметру. То есть вот эти все зоны, углы, это зона повышенной деформации. Если не трещать сейчас, то может потрещать потом, когда будет установлена дверь особенно тяжелая. Когда мы открываем дверь, происходит вынос центра тяжести, у нас начинает появляться нагрузка на дверной откос. Соответственно, вот этот весь периметр верхний, угловой, то есть мы должны крест-накрест обязательно, обязательно заармировать, утопив слой, фасадную сетку, слой штукатурки. Или бросить, допустим, у нас. Чаще всего я применяю такую технику, когда мы крест-накрест сеточку топим и еще по диагонали кидаем косынку. То есть это самый надежный способ армирования. Если этого не было сделано, это нужно обязательно выяснить, то у нас вот здесь потенциально возникнут деформационные трещины буквально через полгода максимум эксплуатации объекта. Особенно если стены покрашены и не будет толстых обоев, это вылезет, это будет видно. То же самое мы должны делать на оконных штукатуре, допустим, где у нас окно, проем оконный. У нас по периметру была штукатурка, мы должны вверх-вниз все то же самое армировать сеткой, это обязательно. Обращаю ваше внимание на то, что на данной стене мы не видим следов от маяков. То есть обычно на каждой штукатуре на стене мы видим следы, где маяки вырубались, вытаскивались и потом штробы заделывались. На этой стене мы видим только штробы, где у нас электрика приходит на точку, а следов от маяков мы не видим. Это получается благодаря тому, что на данном объекте были все штукатурные работы проведены механизированным способом. В этом случае мы можем извлечь маяки на этапе подрезки и у нас стена получается монолитной. То есть мы все сразу делаем за раз. То есть у нас нет потом последующего подхода к стене с отдельной заделкой штроб. И когда мы извлекаем маяки, то есть у нас есть возможность сделать еще одну контрольную подрезку. И мы избавляемся от так называемых парусов, которые получаются при провалах между маяками при подрезке. То есть у нас стена монолитная, ровная и с максимальной плоскостью. Мы закончили приемку штукатурных поверхностей. И на самом деле мы показали просто пример, как принимается штукатуренная поверхность. На данном объекте она была принята гораздо раньше, до начала монтажа гипсокартона. Потому что если бы мы не сделали этого, и на данном этапе, когда уже гипсокартон смонтирован, наливные полы налиты, мы нашли бы отклонение от плоскости, у нас были бы претензии к поверхности, то на данном этапе принять штукатуренные поверхности и потом их исправлять, это было бы ошибкой. То есть это надо делать своевременно. Мы это сделали, когда поверхности были оштукатурены, мы их приняли и дальше двинулись. Что важно отметить, на данном объекте было четкое ТЗ, техническое задание к штукатурам. А именно, они должны были выполнить поверхности с четкой геометрией, с минимальным отклонением по плоскости. Это была высококачественная штукатурка по своду правил. Как мы видели, на правиле у нас были отклонения не больше миллиметра на длину правила. И требование к поверхности был уровень К2. Что такое уровень поверхности К2? Это не плоскость, это именно состояние поверхности. Как мы ее проверяем? Мы проверяем это с помощью источника бокового света. Источники бокового света могут быть разные, в зависимости от технического задания поверхности. То есть они могут быть более жесткими, более мягкими. Мы в малярных работах применяем жесткий малярный свет, светильники ЛОСЕВ. И они нам позволяют увидеть поверхность, как она есть в реальности, скажем так. Или как она будет выглядеть, скажем, после покраски. Вот если мы выключим свет, поверхность при освещении выглядит достаточно неплохо. Включаем свет, и мы начинаем видеть гораздо больше. То есть всем понятно, что такую поверхность красить нельзя. Тонкие обои на нее клеить нельзя. Такая поверхность класса К2, она идет под грубую декоративную штукатурку, под, скажем так, коммерческий вариант обоев под окраску, тяжелые обои. И там под ряд еще, скажем так, плотных структурных покрытий. Такая поверхность не идет под покраску никогда. Прошу обратить внимание вот на такие участки. То есть они чуть-чуть другого цвета. Вот. И эти участки доводились по объекту, где это было нужно отдельно. То есть чаще всего, когда мы принимаем штукатурную стену, вот эти вещи у нас, они завалены как бы вглубь. У нас бывает, что участки просто вот они, до трех миллиметров, вот эти вот участки заваливаются, и мы, соответственно, имеем уход плоскости. На данном объекте ребята нам в штукатуре довели это все дело до вот такого состояния. Довели поверхность качественно. То есть все штробы, все какие-то были элементы, которые нарушали поверхность, они исправили. Почему? Потому что это отдельный этап большой, который легко сделать, в принципе, в процессе штукатурных работ. Или сразу после него как-то довести. Но, когда мы приступаем к малярным работам, этот процесс занимает у нас достаточно много времени. То есть здесь мы сэкономили огромное количество времени. Как на внутренних углах, вот, так и на внешних углах, которые мы можем сейчас посмотреть отдельно. То есть, во-первых, смотрим, плоскость. Вот штроба, и вот смотрите, в каком она качестве на данной поверхности. То есть мы на нее времени практически не потратим. Смотрим внешний угол. Вот внешний угол. И посмотрите, в каком он нам сдан качестве. То есть это, условно говоря, для штукатурки может показаться избыточным качеством. Но с точки зрения производства малярных работ, это сэкономит массу времени при малярных работах. Собственно говоря, зачем и было выдано такое техническое задание. Итак, штукатурные работы мы приняли. Нюансы рассмотрели. Следующим этапом мы принимаем гипсокартон. Это отдельная большая тема. И давайте посмотрим, что у нас здесь получилось. Ну, короче, я думаю, что вот, прямо сейчас надо брать телефон и просто начинать снимать. Да, я же тебе говорю, я тоже ходил, пил и пил как раз эту тему. Но мы это сейчас просто отснимем, то есть это будет фиксировать, а мы в конце об этом скажем. Все, все, это влажно, а то вот это вот бывает потом. Но об этом в следующем видео.